И так далее, вы поймёте, что пришло время, когда на дети можно как-то посмеяться и легко отнестись к этому серьёзному жанру. Мы постарались совместить немножко несовместимое, на первый взгляд. С одной стороны, какой-то триллер, ужасы, расследования, с другой стороны, комедию. Как у нас это получилось, ну вот сегодня увидим. Спасибо вам большое, что пришли. Стало страшно интересно, чем же это всё закончится. Ну, то есть, когда ребята пришли, сказали, вот есть такая идея, и самое интересное было, а что же там, куда же они все делись-то? И мы поняли, что если нам это интересно, то, наверное, и зрителям это тоже будет интересно. И это, в принципе, был такой главный наш внутренний движок для того... Старайся ещё две недели. Ну, она привыкшая, она снимается. Хочу сказать, она сегодня ничего не кушает. Не, не кушает. Начну с последнего, конспирология. Кто это? Конспирологию, мистику, смотришь ли ты, Сергея Рубкова? Нет, нет, не особо. Ну, мне нравятся слушать какие-то истории, но чтобы я на что-то там сильно видел, такого нет. А сложная была роль? Или тебе? Ну, сложная, но она интересная. Я такого ещё не делал, и там, конечно, такое было поле непаханное, можно было придумать. Я сейчас сижу, смотрю и понимаю, что вот здесь что-то не доделал, тут можно было там подработать, найти что-то ещё. Ну, прям, просто классно написан персонаж.